здравствуйте хочу сегодня представить обзор вот на такой замечательный неоднозначный противоречивый для кого-то девайс это samsung galaxy s3 dos кого-то он разочаровал кто-то в принципе смирился с какими-то недостатками кто-то вообще внимания не обращает на его недостатки в общем название его еще расскажу samsung gt i9300 galaxy s3 dos с 3 dos это название для россии может быть стран снг и для зарубежных стран звучит как samsung galaxy s3 neo вот потому что у нас есть не уже но ты три и чтобы путаницы такой не было как бы вот они допустили такую модификацию самсунговские маркетологи железом можно сказать уже есть конечно флагманские модели но здесь смотрим и цена дешевле и вот решили они как бы хотя в принципе samsung galaxy s3 сейчас продается неплохо хотя она и уже устаревает и камера там как бы уже и 13 мегапиксельные камеры стоят здесь 8 мегапикселей камера но как бы аппарат все равно думаю будет пользоваться популярностью кто-то и не будет смотреть на его недостатки это как бы урезанная версия получает samsung galaxy s3 здесь нету функций какие есть то есть в оригинале samsung galaxy s3 здесь допустим нет вот и и для кого-то разочарование это конечно ну вот доксимные версии ты как бы не поддерживают ну и посмотрим что у нас входит в комплектацию приобретал его скажу с в салоне мтс вот как увидел зашел и сразу купил почему купил потому что давно в принципе мечтал когда еще samsung galaxy s3 в свое время вышел мечтал о таком смартфоне чтобы чтобы были две симки вот ходил и вздыхал ну вот такой вот я что вот и некоторые люди есть такие что вот им необходимо прямо две симки хотя в принципе сейчас можно ходить и с одной симкой но вот как-то так получилось что интересно ходить именно с таким смартфоном чтобы именно было две симки чтобы был это samsung вот зашел я в мтс увидел его цена его 11 1990 и сразу взял не раздумывая почему потому что 48 дюйма для меня как бы оптимальный размер были у меня многие аппараты очень много про то допустим зато и тот же вы 987 по моему 5 дюймовый намного тяжелее он был что-то 160 может быть грамм этот 130 или 132 грамма намного меньше весит и думаю оптимально что он в руке лежит и так далее но и как бы такое вступление у меня посмотрим что что внутри так коробочка у нас открывается вот так у нас такой как обмылок самсунговский сам выплывает из коробочки смотрим что у нас есть здесь есть у нас здесь такая пленочка защитная с его основными достоинствами с 3 dos dos еще раз они 48 hd super amoled дисплей камера 8 мегапикселей которые многие считают уже устаревший я как бы не совсем так считаю потому что важны как бы не конечно не мегапиксели именно софтовая обработка думаю вот это важно многие знакомые ходили и хвалили хотя я показываю sony z и alcatel тот же с теми же модулями камеры но как бы они все равно склоняюсь что все-таки samsung фотографирует лучше даже вот такой давности как бы samsung galaxy s3 ну не будем тянуть снимем пленочку смотрим вот такой смартфончик у нас черного цвета здесь уже видно царапинки используя уже неделю его отложим пока в сторону посмотрим что внутри внутри у нас различная макулатура здесь амброшюрки здесь у нас такой жесткий самсунговский традиционный кабель usb micro usb здесь у нас наушнички я их не доставал потому что использую для ноты 3 белые наушники и здесь у нас есть плюс-минус громкость но в ноты 3 немножечко другая гарнитура здесь есть такие отдельные клавиши плюс-минус здесь с двумя точечками это плей пауза прием вызов можно достать конечно посмотрите вот так гарнитура выглядит здесь у нас отверстие для микрофона вот решил сравнить самсунговский samsung я имею виду ноты 3 немножко вроде что-то потолще здесь и здесь отличие плюс-минус клавиши здесь они как бы разнесенные разделенные так если видно будет здесь они как бы тоже на одной панельки на одной панельки ну и как-то это поменьше все выглядит все это убираем обратно так же красиво я думаю у меня не получится все служить смотрим что еще в коробочке традиционный самсунговский блок для зарядки адаптер питания с выходом с выходом 1 ампер все больше ничего у нас нету все это сложим обратно ну и посмотрим что посмотрим что сзади коробки написано вот поддержка сетей это же GPS процессор здесь 4 ядерный 1,4 ГГц кстати в связном допустили ошибку может быть сейчас исправят ее Exynos написали то есть копипастили характеристики Samsung Galaxy S3 но даже не удосужились записи и воспроизведения Full HD 1080p 4.8 HD Super AMOLED дисплей GPS GLONASS 8 мегапиксельная основная камера и 2 мегапикселя фронтальная камера аккумулятора 2100 мА ну и так далее Wi-Fi Bluetooth вот так все это дело выглядит коробочка черная ну интересно вот так они решили переходим к самому аппарату но давайте сравним его с другими моделями почему именно именно к нему пришел вот к такому уйду что оптимальный самый размер 4.8 дюйма 4.5 уже маловато для интернета 4.8 хорошо то есть и удобно лежит в руке он не широкий в принципе вот в том что сейчас флагманы конечно делают и 5.5 дюймов некоторые шутят что можно ими огород вспахивать ну можно вот сравнить с девайсами вот посмотрим у нас допустим здесь у нас X-Play X-Trimer вот у него размер 5 дюймов и он намного больше где-то на сантиметр наверное больше и в принципе можно было и с ним ходить но здесь все как бы конечно ОГС дисплей все хорошо 8-мегапиксельная камера но которая не сравнится конечно с Самсунгом и так далее хотя в принципе аппарат приятный но Китай и все на этом все заканчивается самсунговский софт как бы его не хайли все-таки для меня он интересен просто то что много фишек всяких и так далее смотрим Samsung Galaxy внутри конечно это гигант летом с ним так сильно не походишь вот так смотрится на фоне и еще недавно совсем был LG G2 у меня как основной аппарат пока я его отложил чуть-чуть он конечно здесь конечно и 5,2 дюйма но поменьше он будет все же он широковат LG G2 не знаю в общем с этим девайсом мне удобно ну и давайте коротко по внешнему виду сверху у нас сеточка для динамика разговорного кто-то жалуется вроде разговариваю нормально кому-то кажется что глуховатый разговорный динамик также датчик приближения есть различные датчики здесь и светодиодный датчик что было немаловажным как сказать фактором покупки именно этого аппарата также смотрим внизу кнопочка самсунговская домой и можно также будить экран и этой кнопкой и также отвечать на звонок что тоже немаловажно для меня смотрим здесь слева торца кнопка увеличения уменьшения громкости все как на S3 справа торца кнопка блокировки экрана включения снизу смотрим микро USB отверстие для микрофона ну и такой минус как бы что здесь микрофона нету второго для кого-то это окажется очень большим минусом здесь наклеечка qualcomm hcpa плюс также три с половиной миллиметра джек для подключения гарнитуры здесь такое выемка для того чтобы снимать крышечку и у нас здесь есть небольшой такой люфт то есть при покупке аппарата будьте внимательны что есть немножечко все-таки здесь люфт кто-то пишет сборка окей никаких нареканий ну вот у меня уже выписал сибы дополнительные крышки также флипкейс книжку пленки у меня стояли одну неудачно наклеили три пленки приобрел бранда по 490 рублей теперь жалею что вообще это сделал потому что экран лучше смотрится все-таки я думаю и я думаю здесь традицию не нарушили как в SGS3 здесь стоит горилла не знаю какая вторая может быть и олеофобное конечно же покрытие так и по внешнему виду смотрим сзади что у нас здесь видно потертости неделю сейчас я его ношу вот с таким бампером оригинальный самсунговский сейчас цены на аксессуары падают 190 рублей две таких накладки он поинтереснее вроде смотрится в ней сам девайс как-то уже не боишься что все это дело исцарапается здесь такая ребристая поверхность ну еще бамперов всяких понавыписывал с ebay тоже все это дело придет смотрим надпись samsung вспышка мегапиксельная камера выступающая здесь динамик на динамик многие жалуются что тиховат конечно могли бы погромче сделать он в SGS третьем был не очень громким и здесь его уменьшили надпись samsung немножко такая рифленая и как будто там заполнили эту надпись здесь надпись DUUS внизу смотрим такие рамочки по краям сейчас конечно в S4 поменьше их сделали в S5 широкие рамки все-таки сделали еще раз скажу про экран это конечно Super AMOLED 16 миллионов цветов размер 4.8 дюйма 720 на 1280 HD перечисли перечислю еще датчики какие здесь есть здесь есть компас здесь есть датчик хола RGB датчик акселеометр геомагнитный датчик гироскопический датчик освещенности датчик присутствия светодиодный индикатор присутствует мигает он синим цветом при пропущенных событиях и даже когда ставишь на зарядку я допустим вот в такую док-станцию ставлю сейчас он погаснет вот он красным загорелся и если у нас есть пропущенный вызов он все равно мигает ну как бы синим цветом на китайфонах на китайских девайсах уже такой продуманности продуманности как бы нету поэтому все таки вот мой почему еще раз скажу выбор это Samsung хотя многие конечно плюются вот TouchWiz вот обмылок но удобно его держать все таки в руке и здесь уже это дело вкуса смотрим габариты его 76 миллиметра ширина высота 136,6 миллиметра 8,6 миллиметров толщина вес его 132 грамма все это дело замерим может быть это во второй части уже обзора будет батарейка здесь 2100 мАч да и посмотрим как все это дело внутри выглядит конечно же смотрим что у нас внутри вот такие два слота микросим карты не большие не стандарты не минисим а две микросим карты ну что в принципе и хорошо у меня все телефоны под микросим сейчас хотя в принципе если и вот xplay там можно умудриться и микросим засунуть 2100 у нас миллиампер аккумулятор крысочку ставим обратно вот такой мне образец попался что у него здесь есть люфт не до конца закрывается вот здесь видно щелочка здесь хорошо вот получается справа если так вот смотреть справа с этого боку есть люфт перечислю еще из характеристик время работы в интернете 3G до 8 часов интернет Wi-Fi до 10 часов время воспроизведения видео до 9 часов время воспроизведения аудио 57 часов ну до 57 часов время работы в режиме ожидания до 330 часов время разговора до 14 часов подключение то есть здесь USB 2.0 также у нас здесь есть в характеристиках Wi-Fi Bluetooth 4.0 DLNA поддержки нету Myrocast это я все дело проверял и конечно же для кого-то очень большой минус поддержки ВТГ нету процессор с Qualcomm это потом посмотрим какой именно процессор поддержка внешней памяти microSD до 64 гигабайт все скажу про процессор здесь стоит процессор Qualcomm MSM 82 26 также здесь нет пробовал выводить через шнур через переходник HDMI ничего не выводится поддержки МХЛ тоже здесь нет вот такие для кого-то это бяки получается для кого-то такие очень большие минусы но если честно на тех смартфонах которые поддерживает Myrocast да бывало я раза два может быть этим пользовался но как бы именно в жизни как звонилка как камера в принципе этот аппарат неплох вот допустим сегодня в 9 утра я снял у вас батарейки был режим звонков немножко интернет и 20% у меня скушало батарейку может быть хороший результат вот это была первая часть обзора распаковка внешний вид характеристики ну и будет вторая часть обзора где посмотрим софт посмотрим камеру если получится все в одном во второй части если все влезет и игры посмотрим всем спасибо пока